Привет, друзья! Еду тренировать ноги, буду сегодня приседать немножечко и порассуждаем в очередной раз на интересные злободневные темы. Продолжают меня обвинять в тупости. Недавно, вот буквально, сегодня-вчера, подписчик, как, вероятно, ярый фанат Леонида Егорова с канала «Реальный культуризм» написал мне, что как так, Леонид Егоров давно доказал, что, как я понял, широчайшую можно напрягать с разных углов. То есть, сделая разные упражнения, можно напрягать вниз широчайших, вверх широчайших, либо еще что-то. Я сразу же хочу сказать, я у Егорова такого не видел. Может быть, подписчик ошибается, потому что я не думаю, что Егоров мог сказать такую глупость. Если же Егоров утверждает, что различным упражнениям можно воздействовать на разный участок широчайшей мышцы, ну, что же я могу сказать, это очень печально и будет говорить о совершенной некомпетентности Егорова как специалиста. Вопрос звучал еще так, что я не сторонник того, чтобы сильно отклоняться назад во время вертикальных тяг. Да, в принципе, и во время горизонтальных тоже. Поклонник Егорова пишет мне, что я глуп не понимаю, что подобная техника позволяет брать большие рабочие веса, а значит, широчайшая получит больше нагрузки. Друзья, это не так. Вес вы будете брать больше за счет того, что будет подключаться в работу больше мышц ассистентов. Помимо широчайшей будут работать еще другие мышечные группы. Чем больше, к примеру, вы будете отклоняться назад при вертикальной тяге, тем больше в работу будет включаться задняя дельта. Кто-то скажет, это же хорошо. Но в обоих случаях это нехорошо для поясничного отдела позвоночника. И это нехорошо с точки прицельной работы на широчайшую мышцу. Если мы говорим о гипертрофии, то нам нужно исключительно с точки зрения подхода в современном научном бодибилдинге максимально изолировать работающую мышцу. Изолировать в плане, чтобы максимальная нагрузка приходила именно на прорабатываю мышечную группу. Также заблуждениями являются то, что какие-то упражнения на широчайшие мышцы спины являются упражнениями на ширину, а какие-то на толщину. Это тоже полнейший бред, полнейшая глупость. Если брать весь комплекс мышц спины, куда входят широчайшие, то тогда да, определенные упражнения можно называть больше на толщину. Но опять-таки только по той причине, что будут подключаться еще дополнительные мышечные группы, помимо широчайших. Поймите, нельзя широчайшую, если брать отдельно широчайшую мышцу, нельзя ее сделать либо толще, либо шире. Все это будет происходить одновременно, потому что любая мышца сокращается всегда целиком и полностью. Вы поймите, мышечное волокно, мышечная клетка, почему говорят мышечное волокно, это одно и то же, если кто-то не знает. Потому что мышечная клетка, она такая длинненькая, поэтому ее называют волокном. Из чего состоит мышечное волокно? В нем находятся как раз-таки вот эти миофибрилы. Количество миофибрил мы можем увеличивать. Это называется гиперплазией. Что такое гипертрофия? А гипертрофия это вот как раз-таки происходит за счет гиперплазии миофибрил. Причем в обоих типах мышечного волокна, и в гликолитическом, и в окислительном. То есть мы можем с вами грамотным тренингом, научно обоснованным, увеличивать количество миофибрил. Гиперплазия, повторяюсь. И вот за счет увеличения количества миофибрил будет происходить гипертрофия, то есть увеличиваться само мышечное волокно. Но гиперплазия мышечных волокон не происходит. Количество мышечных волокон задано генетически. Нужно это четко очень понимать. И вот смотрите, и миофибрила, и мышечное волокно сокращается целиком и полностью по всей своей длине. И расти то же самое будет. Нельзя, как вы себе представляете, воздействовать на какой-то отдельный ее участок. Каким образом? Вот просто объясните, как в вашей голове это укладывается. Красиво, конечно, все звучит, что тем или иным упражнением, под тем или иным углом можно воздействовать на тот или иной участок мышцы. Друзья, ну это просто мифология. И ересь. Почитайте любое учебник анатомии, изучайте физиологию, и вам станет все это настолько ясно, и что самое главное, интересно изучать это все, чтобы не пускать вот этот бред в массы. Конечно, я не раз утверждал, утверждаю, и буду говорить, что это... Я являюсь тоже персональным инструктором. Все запускают персональные инструктора. Просто для того, чтобы впаривать вам большее количество тренировок. Чтобы грузить вас тем, что вот под таким углом работает тот участок мышцы, под этим углом работает этот участок мышцы. Вот так мы расширяем широчайшие мышцы, так мы их утолщаем. Но это для грамотного человека звучит просто как бред сивой кобылы. Настолько это смешно и нелепо. То же самое, друзья, нельзя воздействовать как-то на внутреннюю часть грудной мышцы. Отдельно от всей другой мышцы. Но никак. Поймите, все это задано генетически. Вы можете только делать мышцу больше. И за счет этого, естественно, будет увеличиваться и внутренняя часть, и внешняя. А то, что многие говорят, а как же вот подрезать грудь можно. Подрезается грудь диеты. И у меня есть статьи, где, как, какие мышцы работают. Точно так же нельзя каким-то либо упражнением воздействовать на внешний или внутренний пучок бицепса. Чаще всего, какие аргументы приводят люди. Субъективные ощущения свои после тренировки. Вот я покачал бицепсы на пюпитре, или как это называется сейчас, на скамье скота. И я чувствую, что у меня болит низ бицепса. На самом деле, у тебя болят может быть даже сухожильные части, потому что перегружаешь ты их. Но, поймите, субъективные ощущения после тренировочной боли не являются показательными, что у вас работал, развивался и вырастет только определенный участок грудной мышцы. Бицепса широчайший. Это все нелепо. Это все антинаучно просто. Реально смешно, друзья. Квадрицепс. Четыре мышечных пучка. И что вы думаете, что можно как-то воздействовать целенаправленно на каждый пучок? Конечно же, нет. Все четыре пучка сходятся в одно общее сухожилие. Мышечные волокна все, во всех мышечных пучках будут работать при любом упражнении на квадрицепс. Почему так не происходит с грудной мышцей? Потому что грудная мышца немножечко другая по своему строению. И несмотря на то, что у них тоже, у грудных мышц они сходятся, у большой грудной в одно общее, крепятся к плечевой кости, там направление мышечных волокон. разное. Оно не совпадает. Есть направление на верхний участок, есть направление на средний и нижний участок. Но, поверьте, если можно как-то за счет этого, и благодаря только этому, правильнее говорить, воздействовать на верхнюю часть грудной мышцы, то средняя и нижняя практически всегда работают совместно. Нельзя, в принципе, изолировано как-то воздействовать только на нижний или только на средний ее участок. Почему? Посмотрите анатомию, откройте анатомический атлас, потому что направление мышечных волокон будет примерно совпадать всегда, когда вы работаете над средней и нижней частью грудной мышцы. А вот направление волокон верхней грудной мышцы, верхней ее части, оно, да, оно другое. все настолько элементарно и просто, что даже говорить об этом смешно. Та же самая ситуация и с дельтоидами, то есть с плечами. У плеча три пучка, да, они тоже сходятся в одно общее сухожилие, но совершенно разное направление пучков. И чтобы попасть в тот или иной пучок, нужно, чтобы вектор движения нагрузки вашей совершенно верно совпадал с тем или иным пучком. Вот почему дельты нужно качать каждый пучок отдельным своим упражнением. Но не забывайте, что передний пучок получает нагрузку практически всегда во всех жимах. Это важно учитывать. Особенно, если вы будете работать, применяя принципы Силуянова Виктора Николаевича, работать с статодинамики, нельзя, к примеру, совмещать тренировку грудных переднего пучка дельт и трицепса, потому что при жимах будет все равно получать свою нагрузку передний пучок и уж тем более трицепс. И точно так же, если вы работаете над трицепсом, нельзя делать сразу грудную мышцу. Вот почему грудную в статодинамике можно сочетать, к примеру, с бицепсом, спину с трицепсом. Все три пучка дельт можно совмещать, потому что нагрузка всегда будет ложиться по-разному, и вы не будете попадать вектором нагрузки в один, вернее, в несколько пучков одновременно. Надеюсь, вы понимаете все то, о чем я вам говорю и рассказываю. трицепс, три пучка, но все они схожи в одно общее сухожилие, и когда вы делаете любую работу на трицепс, все равно вектор нагрузки совпадает, и получают нагрузку все три пучка. Если кто-то вам говорит, что вот этим упражнением у меня, смотрите, увеличился вот этот пучок, вот от этого этот, это все, друзья, чушь и непонимание просто того, что происходит. На самом деле, какой пучок у нас больше, длиннее, какой, как развит, это тоже задано генетически. И если бы человек делал любое, даже другое упражнение, все равно тот пучок, который у него генетически предрасположен к тому, чтобы быть более ярко выраженным, так и будет. Никаким упражнением вы это не измените. Отсюда вывод, что для широчайшей, если вы натурал, достаточно одного упражнения. Для бицепса, для трицепса, для квадрицепса, для бицепса бедра, для голени, для икроножной и комбаловидной мышцы тоже достаточно по одному упражнению на тренировку. И вы будете прогрессировать, будете расти быстрее, чем те, кто тренируется безграмотно. А вот если мы говорим о грудных, то здесь нужно два упражнения. Одно наверх, одно на среднюю, на нижнюю часть грудных. Если же мы говорим о дельтах, несмотря на то, что это маленькая мышца, здесь нужно три движения. Либо два на задний и на средний пучок. Если, к примеру, вам достаточно нагрузки, которую передний пучок получает, когда вы делаете ваши жимы. У большинства людей, кстати, так и происходит. Поэтому, друзья, самое важное это самообразование. Нужно и очень важно понимать, что, где, как работает. Особенно, если вы работаете над собой, над своим здоровьем. И уж тем более, друзья, если вы хотите тренировать других людей, брать на себя такую смелость, ответственность, ну, согласитесь, вы должны понимать простые законы анатомии, физиологии. Я уже не говорю про биохимию, потому что биохимия это такая сложная вещь, там, черт ногу сломит, серьезно. Но простые основы, которых нам с вами сейчас несложно найти, это даже то, чему учит Виктор Николаевич Силуянов, там, о четырех факторах необходимых для развития наших мышц, вы все их уже знаете, да, это гормоны, это аминокислоты, это свободный креатин и достаточное оптимальное количество ионов водорода. Ну, а для методов тренинга, исходя из того, что у нас два типа мышечного волокна, это гликолитическая и окислительная, отличаются они, друзья, только, поймите, количеством митохондрий. В окислительном митохондрии больше, все, больше различий нет. И, соответственно, мы можем увеличивать, гипертрофировать как гликолитические мышечные волокна, так и окислительные. Вот почему так важно тренировать оба типа мышечных волокна, потому что мы будем себя обкрадывать. А не забывайте, что у среднестатистического человека, который никогда ничем не занимался, мышечных волокон примерно 50 на 50, об этом тоже говорит наука. И очень грамотно будет тренировать оба типа мышечных волокна. А вот гипертрофия, как я уже говорил, любого мышечного волокна будет происходить за счет гиперплазии миофибрил. То есть увеличение количества миофибрил. А мышечное волокно может только утолщаться, что и называется гипертрофией. Настолько все интересно, неужели вам самим не хочется разбираться, понимать, чтобы не вступать вот в эти глупые споры, чтобы не думать, что бицепс можно как-то каким-то хитрым положением кистей на грифе или выведением локтя туда или обратно, или еще каким-то волшебным способом изолировать ту или иную головку. Это просто физиологически невозможно. Так же, как и квадрицепс и все, о чем я говорил выше. Друзья, развивайтесь, развивайтесь, это очень интересно. Если у вас есть какие-то интересные книги, советуйте мне, я тоже буду читать, потому что я тоже очень многого не знаю, я постоянно, постоянно учусь, пытаюсь находить новые знания. И чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как говорил Сократ, что я ничего не понимаю. Нет, на самом деле тем вам проще становится. Очень часто вы практическим путем, эмпирическим путем доходите до каких-то действующих, работающих программ. а когда вы будете изучать теорию, вы найдете теоретическое обоснование тому, почему это на вас сработало, и вы будете получать от этого еще большее удовольствие, удовлетворение, и сможете объяснять людям, почему работает то, что вы делали, почему нужно делать именно так. не ссылаясь на того или иного блогера, или человека. На мой взгляд, это очень и очень интересно, и очень и очень грамотно. И что самое главное, мозг, как и мышцы, требует тренировки. Мозг тоже стареет, мозг тоже усыхает, и если не давать ему нагрузки, мы с вами тупеем. Серьезно. А что может быть правильнее полноценного гармоничного развития и мышечной системы, да, и наших мыслительных способностей, уж не говорю их развивать, ну хотя бы не давать ему гасать. Это, кстати, очень хорошо скажется и на иннервации мышц. Не забывайте об этом тоже. Ну ладно, друзья, не буду вас сильно долго грузить. Все, что я говорю, в основном все мои ролики направлены в первую очередь на то, чтобы заинтересовать вас к изучению того, чем мы с вами занимаемся. И если я как тренер заинтересовываю вас в самообразовании, для меня это самое определяющее, что может характеризовать меня как хорошего тренера. Так что, друзья, всем пока, спасибо, что смотрите, спасибо за ваши вопросы, комментарии, лайки, дизлайки, все это помогает развиваться каналу, помогает мне. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека, и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И неважно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы, и сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две, отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Факфитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу, взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого и дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. «Факфитнес» 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 «Факфитнес»» «Факфитнес»